Анархистам назначили лидеров Анархистам назначили лидеров Пензенское дело сети дошло до суда 1. Газета «Коммерсант» номер 81 от 15 мая 2019 года, строение 5 В Приволжском окружном военном суде, ПОВС, 14 мая начался открытый процесс против семи молодых анархистов из Пензы, по версии ФСБ, объединившихся в террористическое сообщество Сеть для свержения власти в РФ Одновременно Московский окружной военный суд, МОВС, возобновил слушание по делу двух фигурантов дела из Санкт-Петербурга В руководстве Сетью, несмотря на принципиальное отсутствие лидеров в анархических движениях, обвиняются заявлявшие о пытках электротоком в Пензенском СИЗе Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский Два дела одной Сети, название запрещенного в РФ террористического сообщества, ПОВС и МОВС теперь рассматривают параллельно На скамье подсудимых вчера впервые предстали семь фигурантов основного пензенского дела По версии ФСБ, именно в Пензене позднее мая 2015 года зародилось межрегиональное террористическое сообщество ТС Сеть с целью объединения анархистов из различных регионов РФ в боевые группы для насильственного свержения конституционного строя путем захвата в здании силовых структур, органов власти и офисов Единой России Роль организаторов Ч. 1 статья 205.4 УК Обвинение возложила на 27-летнего инструктора по стрельбе Дмитрия Пчелинцева и 23-летнего студента Ильюша Курского Им грозит до 20 лет лишения свободы Участие в сети Ч. 2. С. 205.4 Срок до 10 лет Инкриминируется Арману Саганбаеву, Василию Куксову, Андрею Чернову, Михаилу Кулькову и Максиму Иванкину Чтение обвинительного заключения заняло около двух с половиной часов В документе говорится, что участники сообщества приобретали боевое и охотничье оружие и изготавливали взрывные устройства, читали книги, оправдывающие теракты, тренировались на природе Ответственным за изучение местности и объектов потенциальных нападений, считает следствие, был Илья Шакурский Арман Саганбаев якобы отвечал за обращение со взрывными устройствами и зажигательными смесями, Михаил Кульков, за медицинское обеспечение, Андрей Чернов, за связь Дополнительно к основной статье обвиняемым Пчелинцеву, Куксову и Шакурскому вменяют незаконное хранение огнестрельного оружия, ч. 1. Статья 200 222, последнему также, взрывчатых веществ, ч. 1. Статья 222.1 Кроме того, господина Пчелинцева обвиняют в попытке поджога Пензенского военкомата в 2011 году, ч. 2. Статья 167 вместе с ч. 3. Статья 30, а Господь Чернова, Иванкина и Кулькова, в покушении на производство или сбыт наркотиков в крупном размере, ч. 4. Статья 228.1 вместе с ч. 3. Статья 30, пятеро подсудимых отрицают причастность к инкриминируемым преступлениям в полном объеме, подсудимые Кульков и Иванкин признали вину в покушении на сбыт наркотиков. 4. Отметим, расследование дела сети началось после задержания с наркотиками, а затем, явки исповинного 17 октября 2017 года еще одного пензенского фигуранта, Егора Зарина. 5. Дело его участия в сети после дачи показаний на других фигурантов прекращено, но в отдельном производстве вменяет сохранение наркотиков. При этом трое подсудимых, давших признательные показания, затем от них отказались, заявив, что дали их под пытками. 5. Арман Сагенбаев, задержанный в Петербурге, утверждает, что его пытали в автомобиле по дороге в Пензу, Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, что их пытали электротоком в пензенском СИЗО-1. О пытках в том же СИЗО накануне начала процесса по делу сети заявил получивший убежище в Лондоне бизнесмен Алексей Шматко. Его недавнее обращение по этому поводу к президенту РФ переадресовано в прокуратуру Пензенской области СК РФ. Почему суд отклонил из копыточных условиях содержание в СИЗО Юлия Бояршинова? Дмитрий Пчелинцев, Василий Куксов и Илья Шакурский, согласно материалам дела, также утверждали, что им подбросили оружие, первым двум, в автомобиле, последнему, в квартиру. Кроме того, Дмитрий Пчелинцев заявлял, что следователь Валерий Токарев шантажировал его, угрожая обвинениями по более тяжкой статье о руководстве сети из-за отказа от признательных показаний. При этом оба обвиненных в лидерстве подсудимых и рядовые фигуранты настаивали, что лидерских обязанностей ни у кого из них не было, поскольку горизонтальная структура и отсутствие лидеров является ключевым принципом самоорганизации анархистов. Фигуранты из Пенза в ближайшие дни должны выступить по видеосвязи свидетелями по делу своих товарищей из Петербурга, отрицающего участие в сети Виктора Филинкова и признавшего вину Юлия Бояршинова. В этом процессе, который 14 мая возобновился после перерыва, выступил в качестве свидетеля, заключивший сделку со следствием и уже осужденный в январе на 3,5 года петербуржец Игорь Шишкин. Он не стал свидетельствовать против подсудимых, сообщив, что никогда не тренировался вместе с Филинковым, видел его всего дважды, а показания о его участии в сети давал с чужих слов. Вопросы защиты Филинкова о фактах недокументированного задержания в течение 42 часов и предполагаемых пытках в отношении Игоря Шишкина суд отвел. Анна Пушкарская, Санкт-Петербург, Сергей Питонин, Саратов.